Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Это такое захватывающее местописание, и с ним нужно как следует познакомиться, потому что когда вы будете ходить во свете этого откровения, ваша жизнь будет благословенна. В первых стихах 102-го псалма сказано следующее. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Обратите внимание, один из способов, как не забыть, что вам принадлежит, это постоянно благословлять и благодарить Бога за это. Вот что Он нам говорит. Если мы будем постоянно благодарить Его и выражать признательность, это не даст нам быть забывчивыми. Это поможет нам помнить в момент нужды. Важно, что вы помните, когда вы сталкиваетесь с чрезвычайными ситуациями. И нам важно не забывать то, что нам следует помнить. И Он говорит нам, что через постоянную благодарность, благослови, душа моя Господа, и не забывай. Когда мы славим, мы постоянно напоминаем себе, что Он нам обеспечил и что Он нам принадлежит. Итак, здесь сказано, благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Мне достаточно помнить даже большую часть. Он хочет, чтобы мы не забыли ни одно благодеяние. Аминь. Потому что то, о чем мы забываем, враг сможет у нас украсть. Поэтому Он говорит, не забывайте ни одно из них, потому что все это вам принадлежит. Здесь сказано, благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. И затем Он начинает перечислять благодеяния. Первое. Он прощает все беззакония Твои. Аминь. Аллилуйя. Все. Я обожаю следующее тоже. Исцеляет все недуги Твои. Аминь. И еще. И избавляет от разрушения жизнь Твою. От всего, что разрушает вашу жизнь, ваш дом, ваши финансы, ваше здоровье, ваш разум, вашу семью, ваш брак. Вы избавлены. От всего, что разрушительно для любой области или сферы вашей жизни. Он уже обеспечил свободу. И дальше. Венчает тебя милостью и щедротами. Возможно, с вами в детстве не так хорошо обращались. Возможно, люди вас не признавали, не обращались с вами как должно. Но Бог одевает вам венец. Он вас замечает. Аминь. Он одевает вам корону. Вы дороги. Вы важны для Него. Он венчает вас чем? Милостью и щедротами. И следующее благодеяние. Насыщает благами уста Твои. Что это значит? Это значит, Он учит нас говорить правильные слова. Потому что слова, которые мы говорим, определяют, сколько добра Он сможет сделать в нашей жизни. Нет ничего лучше, чем знать, что нужно сказать в неправильных обстоятельствах. Нет ничего лучше, чем знать, что в ваших устах есть помощь небес во время атак, испытаний и стратегий против вашей жизни. Аминь. Он насыщает наши уста благами. Когда другие не знают, что сказать, мы знаем, что сказать. Когда другие не знают, что делать, мы знаем, что сказать. Аминь. И вот что приятно. Да, я не знаю всего, но я знаю. Я просто скажу то, что Он говорит мне сказать, и моя жизнь пойдет к победе, которая мне принадлежит. И мне нравится вот что. Он насыщает наши уста благами или хорошими словами. Почему? Чтобы обновилась подобно орлу юность наша. Аминь. Вы не стареете. Вы становитесь лучше. Так? Подумайте обо всех этих чудесных благодеяниях. Как они действуют. Вы благословляете Его. Когда вы благословляете Его, они вступают в силу. Отец, я благословляю Тебя. Спасибо Тебе огромное за все, что Ты обеспечил. Все, что Ты назвал моим, я с этим соглашаюсь. Я благословляю. Благодарю Тебя за это. Благословить Его значит выразить благодарность. Аминь. Когда кто-то чем-то Вам помог. И Вы говорите, я просто хочу дать ему немного денег. Я хочу благословить Его. Что Вы делаете? Вы выражаете благодарность за то, что этот человек сделал. Это обмен. Я осознаю, что Вы мне помогли, и я хочу Вас благословить за это. Но иногда человеку даже не обязательно что-то для Вас сделать. И Вы говорите, знаете что, я просто хочу быть благословением. Так? Аминь. Но Бог так много сделал для нас. И нам нужно выразить Ему благодарность, благословляя Его. Спасибо, Отец. Я осознаю это. Я хожу во свете этого откровения. Аминь. Обратите внимание на фразу. Он прощает все беззакония Твои. Исцеляет все недуги Твои. Мы здесь видим, что Его исцеляющая сила простирается так же далеко, как и Его сила прощения. Она покрывает все. Его исцеляющая сила исцеляет все болезни. Его прощение прощает все грехи. Нет ни одного греха, который не может быть прощен. Это значит, что нет и ни одной болезни, от которой вы не могли бы исцелиться, потому что Его сила покрывает все. Аминь. Когда Иисус заплатил цену за наши грехи, Он заплатил цену за наше исцеление, Он не заплатил цену лишь за часть наших грехов, а за все. Поэтому Он не заплатил цену лишь за часть исцеления. Или лишь за определенные ситуации. Он заплатил цену за все полностью. Аминь. Вы скажете, ну раз Он заплатил цену за это, почему же у меня этого нет? Потому что это не приходит автоматически. То, что Он нам обеспечил, требует нашей веры. Что это значит? От нас требуется признать и согласиться с тем, что Он сделал. И сказать, Отец, мы принимаем это. Люди могут спросить, если Он нам это обеспечил, почему же это не приходит к нам автоматически? Потому что Бог никогда ни во что не вмешивается без приглашения. Папа Хэгген, Кеннет Хэгген, любил говорить, Бог – истинный джентльмен. Что это значит? Он не нарушит вашу волю. Если вы не хотите быть прощены, вы не обязаны принимать прощение. Если вы не хотите быть исцелены, вы не обязаны принимать исцеление. Он даже то, что вам принадлежит, не станет вам навязывать, пока вы его не пригласите. Как это сделать? Верою. А вера – это когда вы соглашаетесь. Отец, я вижу, что ты это обеспечил, я принимаю это. Я принимаю прощение всех моих грехов, я принимаю все исцеление. Аминь. Именно поэтому Бог ищет веру, потому что ею мы приглашаем Его сделать то, что Он хочет сделать для нас. Аминь. Знаете ли вы, что Бог обеспечил спасение для всех? Спасение принадлежит всем, им осталось лишь Его принять. Почему же все на свете не рождены свыше и не стали детьми Божьими? Потому что они еще и не приняли это. Он не придет без приглашения. Он истинный джентльмен. Он не навязывает себя никому. Ваша вера приглашает Его действовать в вашей жизни. Поэтому вера так важна. И служа больным на земле, Иисус говорил, по вере в вашей да будет вам. Не можем ли мы сказать, да будет вам по вашему приглашению? Пригласите Отца, чтобы Он пришел и совершил свою работу. Пригласите Его. Аминь. Аллилуйя. Итак, вера – это просто верить в то, что Бог говорит, и поступать так, словно это правда. До того, как мы спаслись, мы верили лишь в то, что мы видели и чувствовали. А теперь, когда мы рождены свыше, Бог говорит, я даю вам более высокий образ жизни. То, что вы видите и чувствуете, настолько временно и может измениться. А я вам дам что-то неизменное, к чему привязать свою веру. Это мое слово. То, что я говорю, я говорю, это неизменно. Итак, Он дал нам право не привязывать свою веру к чему-то переменчивому. Мы можем привязать свою веру к тому, что Он говорит. А это неизменно. Это гарантия самой лучшей жизни. Поэтому, когда мы видим, что записано в слове, мы говорим, хорошо, я основываю свою веру на этом. Раз ты говоришь это, Отец, я в это верю. Я сотрудничаю с этим, я принимаю это. И все, что противоречит твоим словам в том, что я вижу или чувствую, я этому не верю. Я верю только тому, что ты говоришь, потому что это неизменно. Аминь. Итак, вера – это просто верить в то, что говорит Бог в Своем слове, и поступать так, словно это правда. И важно каждый день верить. Вот что Он сказал, и я буду так поступать, словно это правда. Аминь. И когда мы говорим, я верю в то, что говорит Бог, несмотря на то, что я чувствую, несмотря на то, что я вижу, я верю в то, что Бог говорит, знаете, что тогда происходит? Мы попадаем в место покоя. Мы в покое. Потому что Он сказал, что Он нас обеспечит, и я в это верю, и это действует в моей жизни. Аминь. Аллилуйя. Даже если окружающие нас обстоятельства и ситуации говорят что-то другое, потому что обстоятельства будут с вами говорить, ситуации будут с вами говорить, и даже если они говорят не то, что говорит Бог, у вас есть право их игнорировать. У вас есть право выбросить их из головы. У вас есть право повернуться к ним спиной и не уделять им внимания. Аминь. Если ваше тело, ваши чувства говорят не то, что говорит Бог, у вас есть право сказать, спасибо, Отец, что ты даешь мне держаться за то, что выше. Его Слово выше того, что вы чувствуете. Его Слово выше того, с чем вы сталкиваетесь. Его Слово выше любого давления, которое приходит. Аминь. И Он позволяет нам направить свой взгляд на самое лучшее. Лучше всего смотреть в Его Слово. Когда мы сталкиваемся с чем-то, чего не хотим видеть. Аминь. Если мысли бомбардируют наш разум, у нас есть право перевести свое внимание на то, что Он говорит, прочь от тех мыслей, что нас атакуют. Аминь. Слово говорит о вере Авраама. И его вера была угодно Богу. И я хочу, чтобы мы снова взглянули особенно на один из ингредиентов веры Авраама. Этот навык жизненно важен, и нам нужно стать умелыми в нем ради преуспевания нашей веры. Делая то, что Он делал, мы получим то, что Он получил. Что Он получил? Он получил исполнение Божьего Слова в его жизни. Вот что Он получил. Римлянам, 4 глава, 17 стих. Мы знаем, что Бог говорил с Авраамом и сказал ему, «Ты станешь отцом не просто одного народа, но многих народов». Но если мы посмотрим на обстоятельства Авраама, Бог сказал ему это, когда ему было 90 лет. По-человечески тут же хочется ответить, «Почему ты мне это не сказал, когда мне было 30?» Так? Но Бог хотел это сказать именно тогда, когда всем будет понятно, что только Бог может это выполнить. И Он сказал 90-летнему Аврааму, «Я сделаю тебя отцом многих народов». А у Авраама не было ребенка. И Он осознавал, что Его 90-летнее тело не находится в репродуктивном сезоне. И Он осознавал, что тело Его жены не совсем в детородном возрасте, и не так уж часто 90-летние женщины рожают детей. Так? То есть, естественные обстоятельства выглядели не идеально для такого начинания. Кто из вас знает, что Бог говорит вам делать что-то не в самое, на ваш взгляд, подходящее или идеальное для этого время? Не правда ли? Почему? Потому что, если бы это было подходящее время, возможно, вы могли бы частично выполнить это своими плотскими усилиями. Поэтому Он выбирает такие условия, в которых вам никак невозможно это выполнить. А значит, все поймут, что это сделал Бог. Аминь. Итак, в Римлянам 4.17 сказано следующее. Как написано, Бог говорил Аврааму, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Вот оно, определение веры. Вера называет несуществующее как существующее. Когда нет исцеления, называйте себя исцеленными. Когда не видно обеспечения, называйте себя обеспеченными. И именно так. Позовите то, что вы хотите. Не называйте то, что есть. Называйте то, что вы хотите. Те вещи, которых нет, зовите и говорите, придите прямо сейчас. Это определение веры. И без веры угодить Богу невозможно. Не называя несуществующее как существующее, угодить Богу невозможно. Итак, Авраам тоже называл несуществующее как существующее, как и Бог. И Авраам сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. И посмотрите, по сказанному. Как он пришел к тому, чтобы стать отцом многих народов? Бог дал ему за что держаться. Его слова. Мои слова переведут тебя с того места, где ты сейчас, в то место, где я предназначил тебе быть. Я скажу слова. И если ты будешь их держаться, эти слова ведут тебя в то, что мои слова тебе предназначили. Если мы разуверимся в его словах, если мы их оставим, что приведет нас туда, куда он сказал? Ничто. Наша плоть, наши способности не могут этого исполнить. Только его слова могут привести это в исполнение. Поэтому у нас есть лишь одна задача. Единственная задача веры – это держаться за то, что говорит Бог в своих словах, в своих мыслях, в своих делах. Итак, там сказано, «Через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочислено будет семя твое и неизнемогший в вере». Не рады ли вы этой фразе «неизнемогший в вере»? Нам не нужно быть изнемогшими, слабыми в вере. А если мы не слабы в вере, это значит, мы сильны в вере. И неизнемогший в вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. Что это значит? Его тело было неспособно произвести то, что сказал Бог. Но здесь сказано, что Авраам не помышлял об этом. «И утроба царина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере». Что делает твердая вера? Следующая фраза нам говорит «воздав славу Богу». Аминь. Кто-то может прийти и сказать, «Я не понимаю, зачем вы всем собранием поклоняетесь Богу?» Потому что именно так поступает сильная вера. Сильная вера говорит «слава Господу». Сильная вера говорит «я воздаю тебе славу, Отец, я воздаю тебе честь, я прославляю тебя, я восхваляю твое слово». Это поведение сильной веры. «Прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, не частично уверен». Когда придет ваш ответ? Когда вы будете полностью уверены. Частичная уверенность не способна принять все, что Бог обеспечил. Вам нужно быть вполне уверенными. Аминь. Как стать полностью уверенным? Держитесь за то, что говорит его слово, и воздавайте ему славу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Послушайте, то, что Бог говорит «Он и исполнит», не нам придется это исполнять. Бог это исполнит. Его дело действовать, наше дело верить. Его дело действовать. Аминь. Поэтому мы можем быть в покое, зная, что Он производит работу. В чем заключается наша работа в том, чтобы верить? Что делает вера? Держится за то, что говорит Бог, когда все пытается вас утащить от того, что говорит Бог. А вы отвечаете «Я не отпущу». Я не отпущу то, что Бог говорит. Но посмотри, твои финансы идут ко дну. Я не отпущу то, что сказал Бог. Бог сказал, что восполнит всякую мою нужду. По богатству своему в славе. Я это не отпущу. И когда мысли бомбардируют ваш разум и пытаются отвлечь ваше внимание на неправильные вещи, нет, я не отпущу то, что сказал Бог. Аминь. Аллилуйя. Итак, когда тело Авраама говорило ему не то, что Бог говорил о нем, у него был выбор. Ему нужно было сделать выбор. И что он выбрал? Он верил сказанному. Он верил сказанному. Он держался за то, что сказал Бог. В моей жизни были времена и ситуации, когда мой разум был под бомбардировкой, и я просто продолжала держаться за то, что Бог сказал. Мое тело было под атакой, а я просто держалась за то, что сказал Бог. Я не обязана отвечать, как ответ придет. Я не должна отвечать, когда он придет. Мое дело только держаться за то, что Бог сказал рукой веры. Как узнать, держитесь ли вы за то, что Бог сказал рукой веры? Посмотрите, что вы говорите. Посмотрите, о чем вы позволяете своему разуму думать. Посмотрите на свои поступки. Эти три вещи покажут вам, что делает рука веры. Что вы говорите, о чем вы позволяете себе думать, и, наконец, ваши действия. Аминь. Точно так же, как Аврааму пришлось выбрать держаться за Слово Божье, когда его тело говорило ему что-то другое. Когда нам нужно что-то от Бога, нам нужно выбрать держаться за Слово Божье, когда все вокруг говорит нам что-то другое. Об одном из самых важных навыков, которые нам нужно обрести, сказано в следующей фразе об Аврааме, в 19 стихе. Здесь сказано, что Авраам, не изнемогший в вере, не помышлял о своем теле. В этом нужно упражняться. Нужно натренироваться, не обращать внимания на то, что вы видите, не обращать внимания на то, что вы чувствуете, не обращать внимания на то, что вы можете услышать в физическом мире. Почему? Потому что все ваше внимание сосредоточено на том, что сказал Бог. Имеет значение лишь то, что Бог сказал, и не мое дело пытаться разобраться, как Бог это сделает, когда Он это сделает, кого Он будет использовать. Это не мое дело. Мое единственное дело – держаться за то, что Он сказал, держаться за то, что Он сказал. Чтобы суметь держаться за то, что Он сказал, вам нужно знать, что Он сказал. Поэтому, когда я собираюсь верить Богу о чем-то, я хочу услышать от Него. Дух Божий направит меня к месту Писания. Дух Божий подскажет мне что-то в сердце согласно Слову, и это поможет мне держаться. Когда я знаю, за что я держусь, Слово необъятно. Слово содержит так много всего, и нам не нужно наобум выбирать что-то из Слова и решать, что мы будем за это держаться. У нас есть советник и помощник, Дух Святой. Он подскажет нам стих. Он посоветует нам, в каком направлении верить. Прежде чем я начинаю верить Богу о чем-то, я в первую очередь уделяю время тому, чтобы выяснить, как меня ведет Дух. Не через мой разум, но как Он ведет меня в моем Духе. К чему в этой ситуации меня побуждает Дух Божий в моем сердце, в моем Духе? Вот за это я буду держаться. Аминь. И не изнемогший в вере, Он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело. Как люди изнемогают в вере? Они помышляют о том, о чем не следует помышлять. Если мы уделяем внимание, помышлять о чем-то, значит принимать это в расчет. Помышлять о чем-то, значит обдумывать это, учитывать это. Так? Когда мы переводим свое внимание на неправильные вещи и сосредотачиваемся на них, это ослабляет нашу веру. Вы не можете соприкасаться с чем вам заблагорассудиться и рассчитывать, что от этого ваша вера станет сильнее. Если мы хотим защищать и хранить сильную веру, она крепчает, только соприкасаясь со Словом Божьим. Если же наше внимание направлено на обстоятельства, от этого пострадает наша вера. Итак, Авраам был натренирован не помышлять о том, что очевидно. Аминь. Аллилуйя. То, на что мы обращаем внимание, влияет на нашу веру. Мы не можем позволить своему разуму разгуливать где попало, думать о чем угодно. Не можем лежа в кровати волноваться, выходить на умственную арену, зарываться в дебрях ума, пытаясь разобраться. Наш разум не способен разобраться в том, что у Бога есть для нашей жизни, потому что наш разум для этого не предназначен. Это будет делать Бог. Поэтому так часто попытки разобраться выше наших сил, потому что наш разум на это не способен. Именно потому его зашкаливает. Это дело Бога. Это дело веры. Это акт веры. Это духовный акт. Ваш дух способен верить в то, в чем ваш разум не может разобраться. Аминь. Именно это осознал Авраам. Я не смогу разобраться, как Бог сделает меня отцом многих народов, когда у меня даже нет ребенка. И мое тело не способно произвести ребенка в этом возрасте. Это было совершенно бессмысленно для человеческого ума. И нам сказано, что он сделал, не найдя смысла. Он это проигнорировал. Он даже не позволил своему разуму в это лезть. Не помышлять. Послушайте. Не помышлять значит не думать об этом. Вот что это значит. Это значит не прокручивать это снова и снова на арене разума. Потому что разум не может разобраться в том, что может совершить только Бог. Разум не создан для этого. Для него это неправильная функция. В нашем разуме нет веры. Наша вера в нашем духе. Поэтому нам не следует пытаться задействовать свой разум, когда нам нужно верить Богу о чем-то. Нашему разуму нужно соглашаться со словом. Но мы не верим умом. Ум нужно обновлять, чтобы принять Божий образ мышления, чтобы он не препятствовал нашему духу верить. Когда ваш ум обновлен Словом Божьим, то есть вы принимаете Божий образ мышления, тогда ваш ум не будет стоять на пути, когда ваш дух собирается верить. Но если у вас не обновленный ум, когда ваш дух, ваше сердце собирается верить о чем-то, ваш разум восстанет и скажет «нет, так нельзя, нет, нельзя». Итак, Авраам не позволял своему разуму вмешиваться в это божественное действие. Он не помышлял. Если мы хотим иметь сильную веру, нам нужно научиться не помышлять о том, о чем нам не следует помышлять. Сохранять наше внимание только на правильных вещах. Если вы верите Богу о финансах, а при этом сидите и погружаетесь в свою финансовую ситуацию день за днем и говорите об этом за ужином, постоянно ведете с ней беседы, что вы делаете? Вы отпускаете то, что Бог об этом сказал. Если вы говорите о нехватке денег, это помешает им прийти. Если вы говорите о теле и где ему больно и что оно чувствует, это укоренит симптомы в вашем теле. О чем вы говорите, на том вы и сосредоточены. А на чем вы сосредоточены, то и будет двигаться в вашей жизни. Итак, Авраам научился. Я даже не буду на этом фокусироваться, не буду помышлять ни о чем, касающемся моего тела, потому что это не произойдет силой моего тела. Это произойдет силой Божьей. Это действие веры. Аминь. Это действие Слова Божьего. Только Слово Божье может привести это в исполнение. Аминь. У Бога есть план для вашей жизни, и ваш разум, ваши способности не могут его исполнить. Это может сделать только его сила. Только то, что он вам сказал. Держитесь за то, что сказал Бог, потому что то, что Бог сказал, приведет вас к исполнению Его слов, если вы будете за них держаться. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...